День с толком ПТС уходит в прошлое, а займы под золоквартиры теперь под запретом. Что еще ждет россиян с 1 ноября? Спустя десятки лет родственникам погибшего красноармейца передали личные вещи. 36 лет не были на сибирской земле. В Барнаул приехал театр из Белоруссии. Это спектакль, после которого белорусы выходят, испытывают гордость за то, что ты белорус. Туристические агентства больше не смогут организовывать поездки для паломников, а грузовые автомобили обязательно должны быть оснащены тахографами. Что еще меняется в жизни россиян с 1 ноября, расскажем далее. Сначала чуть подробнее об установке тахографов. Об этом много говорили, теперь это свершилось. Устройство, которое позволяет контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха, чтобы избежать аварий в обязательном порядке. Теперь должны находиться в грузовых автомобилях и машинах, чей вес превышает 3,5 тонны. Нарушение грозит весьма солидным штрафом, как для водителя, так и для его работодателя. С сегодняшнего дня вступил в силу закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым. Он будет работать, даже если нас отключат от мировой сети. К тому же власти смогут контролировать передачу данных за рубеж, которыми обмениваются российские пользователи. Координировать функции суверенного интернета будет Роскомнадзор. Пожалуй, это нововведение поможет многим россиянам не оказаться на улице. Микрокредитным финансовым организациям с 1 ноября запретят выдавать займы под залог квартиры. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. С 1 ноября уходят в прошлое бумажные паспорта транспортного средства ПТС. По новым правилам документ будет существовать в электронном виде. Отмечается, что нововведение касается новых автомобилей, менять старые бумажные документы не нужно. Татьяна Голубева, День с толком. В Госдуме предложили обязать собственников и застройщиков устанавливать детские замки на окнах. По задумке чиновников, это минимизирует риски того, что ребенок выпадет. Станет ли нововведение накладным и насколько эффективны детские замки, расскажет Полина Жданова. В сводках новостей ежемесячно мелькают истории о том, что ребенок по недосмотру родителей выпал из окна многоэтажки. Редкий случай, когда дети после такого падения остаются живыми. Причина падения чаще всего – банальное любопытство ребенка и невнимательность мамы или папы. Только в этом году органами Следственного комитета по Алтайскому краю проведено 10 доследственных проверок по фактам падения несовершеннолетних в возрасте от 2 до 8 лет. К счастью, обошлось без смертельных случаев, однако все дети получили телесные повреждения и нуждались в экстренной медицинской помощи. Чтобы ребенок не мог открыть окно самостоятельно, некоторые родители устанавливают специальные замки на окна. Система очень простая. Открываем окно на проветривание, поворачиваем ключ и готово в другое положение окно не перевести. Законодатели считают, что такие конструкции должны быть установлены по умолчанию в каждой квартире. В магазине окон нас заверили, что стоит это недорого, а польза несомненная. Полностью распакнуть окно не удастся маленьким детям, даже забравшимся на подоконники, или это если балконная дверь дотянуться до ручки, и соответственно открыть и выйти, выпасть на улицу. Но есть и другая позиция. Анна установила замки на окна заранее, когда была беременна, и ни разу за 7 лет ребенок даже не интересовался, можно ли окно открывать. Поэтому Анна считает, что детские замки больше маркетинговый ход, и нужны не всем. Думаю, что в семьях, где, наверное, есть какие-то гиперактивные дети, возможно, которые лезут, за которыми невозможно уследить, то, возможно, да, это будет оправданная установка такого замка. Но у нас был спокойный ребенок, поэтому все равно постоянно под контролем, не оставляли одну, и поэтому особо не пригодился в нашем случае. В среднем покупка окна с детским замком повышает чек примерно на 500 рублей. Те, кто ставит защитный замок на старое окно, потратят немного больше. В любом случае, существенного удара по кошельку это не принесет. Кто будет проверять, установлены ли детские замки на всех окнах и квартирах, непонятно. Как неизвестно и то, когда их сделают обязательными по закону. Но многие родители считают, что вместо замков лучше учить внимательно следить за детьми и объяснять, что может быть опасно. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Более 250 поисковиков с Алтая, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей сегодня собрались в краевой столице. На слюте сибирских поисковиков состоялась передача личных вещей родственникам алтайского красноармейца. Подробнее расскажет Валентина Аскерова. В зале добровольца, курсанты юно-армейских, военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и бойцы поисковых отрядов. Они работают на полях сражения, находят пропавших без вести солдат. Только за этот год подняли и похоронили около 800 бойцов Красной Армии. Найденный наш земляк уроженец Целиного района Пермяков Яков Ефимович. Сегодня личные вещи красноармейцы передали его родственникам, двум внучкам, пятиправнукам и двенадцатипроправнукам. Я так мечтала найти, где похоронен дед. Очень мечтала. И моё желание исполнить. Точную цифру пропавших без вести не знает никто. Но только по Ельцовскому и Завьяловскому районам из всех погибших половина так и остались в боевых окопах. Там, в Карелии, где работает наш отряд, погибло 364 бойца одного только батальона, сибирского, по тому месту, где мы работаем. А вообще было призвано с Алтайского края примерно 50 тысяч солдат. Погибло очень много. И найти пока всех не удастся. Потому что болото, потому что природные условия. В рамках слёта сибирских поисковиков на базе промышленно-экономического колледжа открылись выставки, посвященные Великой Отечественной. Для поисковиков пройдёт и круглый стол, где они обсудят подготовку к празднованию 75-летия Победы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Белорусский театр приехал в Барнаул на гастроли. Накануне они показали историю о паниках Анки. За несколько часов до премьеры за кулисами побывала наша Дарья Демиллер. Ей слово. Молодежь, озернитесь на богатые пронками даденые. И сплаваю им поклонитесь. И замельцы своей, родной мати. И я вам желаю, чтобы вы так же кланились и любили свою алтайскую землю, как мы, свою родную Белоруссию. И это даже не часть спектакля, а стихи собственного сочинения о родине. В драме временно хозяйничают белорусы. Распаковывают ящики с костюмами перед спектаклем, готовят реквизит, обустраивают сцену. Велосипеды, комоды, серванты, пушки, холсты, химическое оборудование за сценой. В драме буквально негде пройти. Минский театр привёз две огромные фуры с реквизитом. Спектакль обещает быть зрелищным. Мы когда приехали сюда, я просто была в восторге от театра. И очень обрадовалась, что именно на таких стенах они висят. Просто ощущение, что висит на панели изморённого дуба. Просто вот как и положено в замке такому быть. На портрете отец известного белорусского князя, пани Каханки. Пообещали, что на сцене будут сидеть в ванной, наполненной водой, и даже летать. Это спектакль, после которого белорусы выходят, испытывают гордость за то, что ты белорус. Сегодня мы привезли, да, действительно, два очень разных спектакля. Спектакль про некий исторический срез Белоруссии в определённый промежуток времени, Речи Посполитой. А это «Знойные мамочки» – это бродвейский материал, бродвейская постановка. Она другая, она современная, продуманная, просчитанная. Но она тоже говорит о простых человеческих чувствах и взаимоотношениях. Минский театр последний раз приезжал с гастролями на сибирскую землю 36 лет назад. А в Барнауле выступает впервые. Мы вчера вот ходили вечером, естественно, посмотрели всё, уже разведали. Потому что большие гастроли – это же ведь тоже такое лёгкое соперничество, это своеобразная олимпиада. Думаю, мы приедем сюда, какую мы тут Америку откроем. Может, тут, ну вот, скажем, есть с чем побороться. Потому что у вас театр очень хороший, это видно. В Барнауле для Минского театра закончатся большие гастроли. После нас артисты отправятся прямиком домой. А пока на спектакле Белорусского театра билетов в день премьеры уже не купить. Дарья Демиллер, Александр Андропов. День с толком. Десять лет на страже порядка. Юбилейный день рождения отмечает вневедомственная охрана Барнаула. Чем ещё занимается Росгвардия помимо патрулирования улиц, знает моя коллега. Роман Салибеков целенаправленно выбирал работу в правоохранительных органах. Его привлекла стабильность и рост внутри одной структуры. Под эти критерии подошла вневедомственная охрана. И уже 10 лет Роман охраняет покой барнаульцев. Я считаю, что наша профессия очень важна, так как мы охраняем и квартиры, и объекты у нас. То есть граждане, я думаю, спят спокойно, но знают, что мы охраняем государственные органы, Росгвардии. Охрана общественного порядка также у нас. Мы сутками находимся на улице. Утро начинается с развода дежурств, патрулей, просмотра ориентировок. Помимо административных нарушителей, нередко приходится задерживать грабителей и наркоторговцев. Для этого бойцам нужна спецподготовка. Молодых сотрудников обучают правильному задержанию, прежде чем они выйдут на свой первый патруль. Регулярно проводятся занятия. Они нацелены как на повышение физического состояния нашего личного состава, так и на интеллектуальный уровень. И знание законов, и психологическая подготовка. Ну и так далее. Задержание нарушителей происходит не только во время патрулей, но и по сигналу тревожной кнопки. За год росгвардейцы задерживают больше трех тысяч нарушителей закона. Только в Барнауле. За 10 лет работы общее число пойманных внушительное. Сотрудники вне ведомственной охраны считают, что за эти годы криминальность города значительно снизилась. И они стараются сделать так, чтобы с каждым годом Барнаул становился все более безопасным. Полина Жданова, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня ночью во всем мире отметили самый мистический праздник – Хэллоуин. В этом году в России заговорили о его отмене. Обсуждается, что Хэллоуин хотят запретить в школах, университетах. Депутат Госдумы Виталий Милонов даже намеревался создать горячую линию, на которую можно пожаловаться, если где-то отмечают этот якобы сатанинский праздник. Пока отмечать можно и смотреть сюжет про Хэллоуин тоже. Конфеты или жизнь? Сладость или пакость? Считается, что именно сегодня стирается грань между миром живых и мертвых. В Барнауле мы нашли женщину, для которой Хэллоуин не просто даты на календаре, а повод пообщаться с духами и как следует повеселиться. У Натальи Телигиной неоднозначные отношения с церковью. Недавно с нее сняли обвинение в оскорблении чувств верующих. И пока россиян не лишили Хэллоуина, она отмечает праздник как ребенок. Не так шумно, конечно, как в Америке. Там жители ежегодно тратят на Хэллоуин около 6 миллиардов долларов. В этот день в стране скупается 1 четвертая часть всех сладостей. У меня дочка художница, вот она все время мордочки рисует, мы ее вырезаем, готовим что-то из тыквы. Наверное, один раз в году всего из тыквы что-то готовим, потому что ее чистить тяжело. Наталья уверена, те, кто считают Хэллоуин сатанинским праздником, который нам навязали на Западе, просто не знает его историю. В День всех святых принято украшать дом, поминать усопших. Это уже в корне неверно. Он, в принципе, сам по себе не американский праздник. Это кельтский праздник Самайн, по сути, изначально. Суть праздника в том, что природа засыпает, да, то есть переходит в темное время года, в зимнее время года. С этим же связано именно поверье, что светлые боги передают власть темным богам. И, конечно, Хэллоуин – это всегда время страшных историй. Наталья говорит, в Барнауле есть проклятые места. Например, Новый мост. Ежегодно здесь кто-то прощается с жизнью. Самое резонансное самоубийство – смерть новосибирского актера Данила Лепустина, барнаурского футболиста Романа Бекера. В Барнаул даже приезжал известный экстрасенс, чтобы выяснить, почему у переправы плохая энергетика. У Натальи своя версия. Сейчас прихожу, построили церковь, парк, аллейки, все. А где захоронение, где надгробие? Ничего не нашла. Потом на одном распаханном участке обломок надгробной плиты с надписью «У меня глаза выпали». Но бояться злых духов женщина не призывает. Да и вообще говорит, что нужно проще относиться к этому мистическому празднику. В конце концов, Хэллоуин – лишний повод собраться вместе с задним столом, устроить гадания и, да, большой повод что-то приготовить из тыквы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам выходных.